всем привет всем здравствуйте сегодня у нас жестовская роспись такой вариант нетрадиционных цветов жестовская роспись и цветок у нас нетрадиционный жестовский но техника будет именно это выполнено еще смотрите здесь добавила магнитный гириллак получилось очень классно сегодня с вами катя мирошниченко здесь на имя кишеворд работаем сегодня с вами слайдерами хотя можно взять трафареты которые есть в пластине это пластина у нас сейчас я скажу это цветы и узора пластина номер девять можно делать пластины вот но я предлагаю сегодня вспомнить про трафареты трафаретов очень много они все еще есть наличие хотя их сейчас перестали пополнять и допечатывать вот но остатки я знаю что практически все есть сейчас наличие потому что даже свежий каталог смотрю продукции и здесь трафареты они все есть наличие все эти трафареты в том числе можно использовать для жестовской росписи чем хорошо использовать трафареты вы сокращаете время работы на первых этапах потому что очень много времени занимают мазки вот и чтобы хоть как-то сэкономить время сократить сжать рисование этого цветка вот хорошо использовать трафарет поехали такой у нас вариант звука нет напишите у всех звука нет или только у татьяны всем здравствуйте тактиана смотрите у всех есть звук только у вас нету поэтому это что-то у вас так предлагаю сделать сначала белый фон на белом фоне проще всего начинать делать так быстренько покрываем белый фон гириллак номер 001 сегодня я работаю трафаретом хризантемы и маки сейчас объясню почему я его взяла во-первых он очень крупный вот я люблю когда пусть лучше это будет кусок большого цветка чем и не целого цветка чем один целый и мелкий чтобы вот не мучиться в этих мелких лепестках то что в мелких лепестках делать мелкие мазки это очень тяжело поэтому лучше всего использовать крупные фрагменты скажем так поэтому если например фрагмент не помещается на ноготок да ну возьмите фрагменту обрежьте лучше часть детали но оставшиеся будет крупного размера напомню какие у нас трафареты есть в слайдерах их можно даже на в адресе поискать это 47 48 49 57 это я сейчас как раз работаю 57 58 и вот 63 все эти трафареты в том числе подойдут для жестовской росписи не только для акварели смотрите но чаще всего мы для акварели применяем сегодня мы будем для московой техники это применять так как это трафарет пленка тонкая я даже ничего не наносила специально перед отпечатала прям на дисперсию гель-лака все убираем все складки и пузыри какие есть на слайдере да девочки у меня ногти просто шикардос спасибо юленьки ногти в стиле дольче габбана конечно же она украшение не хотела клеить я сказала будем делать дорого-богато всего и побольше так перед тем как делать подмалевок мы с вами выровняем поверхность слайдера слоев сразу предупреждаю много поэтому если хотите избежать меньших слоев просто делайте их тоньше толщина будет другая на количество слоев остается то же самое поэтому наносите промежуточные слои отдельной кисточкой наберите овальчик и овальчиком тогда наносите все это так еще раз смотрите что она сейчас будет красивого не очень понравилось смотрите фон частично не везде но частично добавить классно получается так подмалевок из чего я делаю я использовала зеленый гель-лак так это что-то у нас думаю что такой фильтр не выключила смотрите зеленый гель-лак номер 52 54 гель-лак черный гель-лак и поехали все это желательно разбавить т-классом и наша задача сейчас подмалевок тоже выполнить очень быстро не тратить много на него времени поэтому мы его делаем буквально вот один цвет у фона можно два оттенка добавить подмалевок для жестовская роспись и лучше делать по тону темнее чем в акварели чтобы мазочки потом читались поэтому я сейчас как просушу и дублируем теперь делаем тень для тени можно взять вот фиолетовый смешать с черненьким и взять вот такой вот колер что такое тень здесь по факту вы проходите его так вокруг каждого лепесточка рисуете такой вот контур где лепестки широкие но можно чуть-чуть напрячься растушевать а так по факту я даже толком и не растушевываю потому что сейчас пойдут мазки они всю эту вашу работу тщательную спрячут поэтому я обычно сильно не вырисовываю вот мы сегодня нестандартное сочетание взяли видите фиолетовый зеленым мазки будем делать голубые необычно получается тогда понятно что все лепестки мы не будем прорисовывать под мазки в итоге сейчас начнете когда смотреть я буду мазки ставить вы увидите что я часть лепестков просто пропускаем где-то объединяю здесь вот вообще они не нужны эти лепестки внутри да мы делали акварель туда в общем трафареты они очень помогают можно на них примерно ориентироваться можно фанатично ориентироваться до примут я думаю что достаточно сушим и теперь самый главный мейфхак что же позволяет делать такие красивые мазки на что протягивался так мазочек красиво это топ-слайдер сколько же нужно сушить топ-слайдер я часто вам показываю эту технологию сушить его нужно 10 12 15 секунд и считаю раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 сама выключилась лампа так вот мы примерно 11 12 секунд просушили я буду работать белым декором смотрите есть белый рафинад им паста есть белый декор почему я беру белый декор и люблю когда прям очень густая пастозная краска кому-то будет конечно не комфортно берите тогда белый рафинад но вот я очень люблю белый декор берем белый декор смешиваем его с другой им пастой я предлагаю сделать голубой колер для этого нужно взять azure blue им пасту смотрите это в конце делается очень прикольно это сейчас instagram показывала мне так понравилось сейчас я вам покажу как кошку добавлять плюс кошки за то что очень плотные у нас пигментированные кошки мы намешивали сами и постаралась сделать колер чтобы не было такого колера на рынке поэтому наши кошки они уникальны и не такие как у всех вот плюс они настолько плотные что вот добавочно проходишь местами вот так добавляешь и даже перекрывает фон сделаем потемнее и посветлее кисточки можно сфотографировать экран этими кисточками я в основном работаю для мазков кисточку обязательно чистить надо перед тем как начинать чтобы ничего лишнего на ней не было все и теперь вот монотонно начинаю делать мазки это первый проход черновой постепенно топ слайда будет пересыхать потому что буду периодически подсушивать и нужно будет его обновлять вот почему подмалевок нужно делать быстрым грязным что мазок сильно перекрывает все что прям совсем не перекрывал все мы на кисточку набираем очень мало краски не каждый раз перед набором кисть чищу можно подсушивать две секунды смотрите у нас есть онлайн курс который называется жестого дольче габбана всем рекомендую купить этот курс тем более он всегда у нас все курсы продаются в пожизненный доступ понятно что вы его за раз прям так ты дыши не отработаете потому что ну сложный курс но там такой народ навык хороший вырабатываются по работе с мазками поэтому вот кто давно хотел осилить умение рисовать мазками рекомендую этот курс мы его записывали с наташей гановой и она там первые уроки они посвящены мазкам вы тренируетесь и делаете только по мазке никаких композиций поначалу так вот с таким пионом то же самое поначалу не смысла сразу начинать на цветке рисовать мазки лучше потренироваться сначала когда говорят на кошках потренироваться просто на типсиков голы голеньких так мы пара кисточку менять и начинают мельчать лепестки я их вот такой тупо тысяч и объединяю в один мазок видно что я делаю подсушили как русичку кисточку помельче взяли сегодня набор кошек купила пишет людмила не кайфовый людмилам скажи конечно когда вот мы их вам на видео показываю никто не видит вот этой вот разницы я долго не хотела кошек думал если кошки делать надо делать как прошлую коллекцию кто помнит прошлую коллекцию прошлая коллекция у нас была вот тоже такая достаточно необычная по колерам она там было даже по моему пять цветов у нас получились такими пастельными тоже вот необычные были кошки вот и в этот раз также хотела сделать что-нибудь необычный к просто на это ушло побольше времени я сама честно вот эффект кошек не очень люблю вот мне вот эти кошки мне очень нравятся и они мне нравятся не тем что это кошки а там просто очень красивый колер шиммеров эти кошки хороши именно как шиммерная коллекция даже больше смотрите вот у меня уже топ слайдер подсох уже ничего не скользит вот по идее надо было бы уже топ слайдер нанести но и так это как здесь осталось уже чуть-чуть уже не буду наносить так суши черновой проход прошлись теперь возвращаемся опять к нашим колерам мне никак не дается мазковая техника посмотрите и тренировать надо много я помню я когда давно давно еще лет двенадцать назад когда делала жестовский курс по жестовской росписи не понадобилось полгода это я полгода ежемесячно ежедневно садилась и хотя бы пару типс рисовала понимаете это представьте сколько я за полгода нарисовала этих тип так это я художник с высшим образованием я тренировалась значит не художнику нужно год тренироваться любой навык он вырабатывается количеством повторений если там сделали 10 типсов у вас не получилось выпустили руки это не значит что у вас не получится получится просто чуть подольше потренироваться нужно так смотрите что я делаю я беру вот этот колер который был для подмалевка тонирую полностью весь цветок видите как красиво получается суши беру опять колер который я использовала для тени и им же опять делаю тень вы можете показать выкраску кошки без черной подложки они у нас все без черной подложки это все на один слой ну хотите мне сейчас если время останется сейчас постараюсь быстро нарисовать вот я вчера в инстаграм проводила эфир тоже кросс кошки показывала вот у меня кстати кошки это в один слой без подложки без ничего попрошу менеджер что вчерашний эфир с инстаграма выгрузили вам сюда я там прям показывала выкраску мне юля покрытие делала вчера вот эти ногти тоже в один слой мы покрывали без подложки не очень плотно это просто очень хорошие шиммерные гирлаки вот я бы их купила не то что прям ну да это классные кошки потому что там очень дорогой шиммер магнитный используется плюс я его туда положила столько обычно все экономить на никто столько не кладет при производстве кошек и мы заодно тень прорисовываем там где у нас лепесточки по сливались дополнительно ведь по-другому смотрится до я поняла 2 но Снова топ-слайдер, все это последний слой. Также 10 секундочек и проходим, делая заключительные мазочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать. Все, и теперь берем, опять же, не обязательно, на самом деле, они вообще в один слой ложатся, очень классные. Смотрите, теперь делаем мазки не везде. Можно просто пройтись по некоторым, расставить акценты. Мазки не везде. Так, сейчас я кисточку поменяю. Сейчас я успею вам окошки показать. Постараюсь это делать быстро. Хорошо. 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 не зависла девочки я просто молчу я когда делаю жестовскую роспись или какую-то очень сложную мелкую работу я не могу говорить что-то последнее время не лучше молчать но вы же видите что кисточка работает по экрану зависла вроде хороший интернет он как успела не будет Так. Не знаю, девочки, что-то у вас зависло. Может, и зависло. Кто его знает. Так. И смотрите, кошечки. Берем кошечек наших. Принагались по цвету подойдет. Видите, какие плотные кошки. Тут столько пигмента. По-братски просто положила вам от души. Они прям пастозные. Так, 436. Так. И что делаем? Смотрите. Магнит единственное. Нужен сильный, чтобы они насколько поганых магнитов. Мне вот такой нравится. Попробуйте найти. Я им все время работаю. Тень мы сделаем потом. Сейчас мы местами пройдем и положим оттенки кошки. Чтобы такой фон был прикольный и интересный. Я не буду, смотрите, на весь ноготь делать. Давайте вот здесь добавим. Вот так кусочек. И вверху кусочек добавим. Понятно, что я сначала рисую цветок, а потом я добавила местами фон из кошки. Получается очень необычненько, я вам скажу. И вот здесь добавим. 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 сейчас я подумал вот так будет а теперь я беру тень цвет тени вот этот черно-бордовый и начинаю прям конкретно наливать тень он так прикольно прям по кошкам за цветком прохожу сделаете получается так необычненько и она как-то так необычно сложно получается хотя ничего сложного такого не делаем ну и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, кошки показывать вам? Успеем с вами? Так, кошечки... Так, ну я сейчас быстро... Так... Работаю быстро, поэтому успеваю посмотреть... Здесь еще записи сразу пересмотрите... Для кошек реально не нужна подложка... По ним видно, даже они достаются из флакона... Они очень пастозные... Смотрите, сколько много блесток... Они по себе классные... Просто в один тонкий слой... Хотите еще слой нанесите... Чтобы не покрывать несколько слоев... Вот у меня это в один слой нанесено... Они сами по себе просто самодостаточные... Вы видите... Не нужно... Даже магнит применять... Понятно, что с магнитом... Из-за того, что здесь добавлен очень дорогой блесток... Сейчас... Причем здесь композиция из... Где-то из двух блесточек... Где-то из двух... Фу, из трех... Я эти палочки не люблю магнитные... Когда делать, чтобы кошачий прям глаз был... Мне больше нравится, когда вот так вот... Так... Очень красиво... Так... Вы видите, что подложка не нужна... Увидели? Кто там спрашивал? Хотя... Если, например, я делаю градиент какой... Я иногда использую черную подложку... Ну, вот я сейчас сижу... Думаю, может мне взять... Сделать без подложки... По факту... Мне кажется... Примерно то же самое будет... Ну, короче... Если мне дизайны какие-то нужны... Я могу использовать подложку... А так по факту... Можно без подложки... Потому что... Видите, какие очень плотные... Так... Фиолетовый... Видите, самые достаточные цвета... Даже если бы я сейчас вот не применяла магнит... В принципе, красиво же и без магнита... Вы согласны? Смотрите... Какой просто красивый шиммерный синий... Не хочется делать магнит... Не делать... Видите, они самодостаточные... Нужен магнит... Они с магнитом классные... Ну, магниты, конечно, нужны классные... Девочки... Я тут перепробовала магнитов... Все-таки большая часть магнитов говно... Надо какие-то очень сильные магниты покупать... Я вот, например... У меня новое открытие... Вот такой цветочек... Так... Сколько я выкрасила? Четыре... Пять... Так... А где у меня шестой? Так... Сейчас где-то еще шестой, девчонки... Так... Так... Шестой... Не могу найти, представляете? Не могу шестой цвет найти... Так... Ну, я думаю... Так понятно... Да... Я вот пять оттенков... Здесь нет такого, который более розоватый оттенок... Где купили... Слушайте... Девочки где-то на рынок заехали купили... Но мне кажется, эти цветочки продаются и на Валберисе, и на Озоне... Поищите... Видите, как колечко... Так... Тыщи... Вообще... Это отдельные вот так магнитики можно... Так... Надо две штучки разорвать... Так... Всем большое спасибо... Пока... Увидимся на следующей неделе... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...